Два породистых и зачемлённых жизнью зверя, два хорта. Девочка, которую мы нашли совершенно недавно, и мальчик, тот, что умирал от пироплазмоза осенью. И мы подобрали его на обочине дороги. Мальчик сейчас чувствует себя хорошо, он поправился и прекрасно чувствует себя. Девочка ещё кашляет и худющая, и необходимо проверить её на дирофилериоз, потому что мне не нравится её кашель. Ребята породистые, красивые, великолепные звери, которыми наигрались и выбросили. Они голые, и в такие морозы, как у нас, они не выживут, тем более истощённые до предела. Я не знаю, что за чудовища завозят себе собаки и мнят себя охотниками, которые, наигравшись, бросают их в полях. Этих двух мы спасли. Хотя за всю жизнь существования лохматой души, таких собак мы спасали немало. Много легавых, борзых, хорт, уйпиты прошли через наши руки. Многие сейчас в семьях. Кто-то погиб. Мы не боги, спасти всех мы не можем. Девочку назвали Дайнери. Мальчика назвали Хардик. Порода Хорд. И меня спросили, имя одинаковое? Нет, как-то созвучное просто. Он прекрасно на него отзывается. Мальчик у нас старенький. Ему лет 8-9. Он уже весь седой. Девчонка помоложе. Думаю, девочки года 3-4. Ребята, мы ищем для них семьи. Хорошие, понимающие семьи, которые смогут согреть их и защитить. Тех, которые будут любить. Они заслужили, ребята. Теми страданиями, через которые они прошли, они заслужили. Так же, как заслужили сытую жизнь и остальные обитатели лохматой души. Всё это спасение происходит. Лечение, операции. Всё это только благодаря вам. Я искренне благодарю вас. И я так же искренне надеюсь, что вы останетесь с нами и дальше. Приют огромен. Животных много. И много тех, кто нуждается в помощи. Не только в кормёжке, но и в лечении. Я призываю вас, мои хорошие, будем добрыми, будем милосердными. И пусть эта доброта вернётся в наши семьи и дома тем, чем мы сами и что мы сами себе желаем. Добра вам, люди. И огромная благодарность. Спасибо вам за дружбу, за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, мои хорошие? Вечер в лохматой душе. Разносим корм. Да? Кто-то уже поел и спрятался в будке. А по попе? Ну-ка. Что случилось, малыш? Что такое с тобой? Маленький. Не обижай его. Разгрызли сегодня дырку. Вот этой дырки вчера не было. Вот чудовища мелкие, а? Ладно, сейчас сделаем. Что, мои хорошие? Мамины. Лобастики такие. Что? Ты умница моя. Мой хороший. Мой хороший. Мамины. Зайка моя. Рыжая моя зайка. Ну что, корм разнесли, ребята, сегодня. Сегодня корм разнесли. И слава богу. И огромное вам спасибо, друзья. Сено у нас есть. Да, мои хорошие. Сено у нас есть. В будках сено есть. Да, пошли смотреть дальше. Сено под навесом. Так что дожди нам не страшны. Самое страшное в этом мире – это голод. Я прошу вас. Голод, друзья. Не допустите его. Пожалуйста. Бездомные и так обделены нашей любовью, нашим вниманием. Ребята, давайте хотя бы просто накормим. Пожалуйста, поделитесь. Хотя бы просто накормим. Я прошу вас. Они заслужили хотя бы накормить их. Да, солнышко? Друзья, пожалуйста. Пожалуйста, мои хорошие. Вот понимаете, есть же... Есть разные люди, разное увлечение, разная потребность. Ребят, я понимаю, что вы не обязаны. И что этот приют – это моя прихоть, если так скажем. И тот с натяжкой. И тот с натяжкой. Потому что, когда тебе под забор кидают коробки с щенками, это уже не прихоть. Это необходимость – подобрать, позаботиться, защитить. Я прошу вас, ребята. Да, я их подобрала. Но без вашей помощи я не справлюсь. И никогда не справлялась, ребят. Только благодаря вам, блохматая душа, живет все эти 15 лет. Уже скоро 16. Я прошу вас, мои хорошие. Я прошу вас. Давайте вместе сделаем доброе, хорошее дело. Собаки у нас не на один день и даже не на месяц. Очень много стариков в приюте, которым по 10, по 12 лет. Я прошу вас, мои хорошие, присоединяйтесь. Давайте вместе творить добро. Давайте вместе спасать. Они не виноваты, что они родились бездомными. Они совсем не виноваты в этом. Корм в другой чашке. Обычно мы насыпаем два козика. Ребята, вы ведь помните, каким мы его нашли в яме? Мамин, мамин мальчик. Мое солнышко. Да, он слепой. Но, ребята, он тоже хочет жить. Он тоже хочет и имеет право жить. Да, я зайду. Ну, что, мои хорошие. А радуется жизни, радуется. Да. Наш слепой мальчишка. Вот такой красивый, добрый, ласковый, большой. Он поправился. Он живет с нами, ребята. Пошли, малыш, я тебя сниму. Красивый, хороший пес. И старушечка. Вот такая. Маленькие мои. Ребята. Мои хорошие. Мои красивые, мои золотые. Мои красавчики. Ребят, да, он плохо видит. Слегка различает тени, он стукается носом. Но жить, ребята, он хочет. Так же, как мы с вами. Да все хотят, ребята. Все. Ведь мы не зря в этот мир приходим. Простите, что снимаю вечером. Так получилось. Слишком быстро темнеет. Мы хотим жить, ребята. А в ваших силах нам подарить эту жизнь. И накормить нас. Спасибо всем, кто дружит с нами, кто отзывается, кто поддерживает. Спасибо вам. Друзья, последние недели, последние дни перед приближающимся Новым Годом. Друзья, прошу вас, соберитесь, откликнитесь. Если сейчас мы не соберёмся, в январе в приюте опять будет голод. Отзовитесь, мои хорошие. Откройте сердца. Отзовитесь от души, искренне, с радостью, с добротой и теплом. Отзовитесь, друзья. Лохматая душа нуждается в вашей помощи, в вашей поддержке. Дорогие мои, вы — наша жизнь. Только вслушайтесь в эти слова. Вы — наша жизнь. Это правда. Добра вам, люди. С верой, надеждой и любовью к вам. Лохматая душа. И так же. С верой, надеждой. Продолжение следует...